На портал «Экзигет» поступил вопрос. Почему Бог рано забирает праведников, а грешников оставляет жизнь? Ну, потому что праведник созрел для Царства Небесного. Вот представьте себе, что вот мы живем с вами, и у нас какое-то вот место в жизни, моменты места в жизни, такое очень трудное, очень требуется тяжелейшая работа, не всегда приносящая радости какой-то плод положительный. И вдруг нам говорят, а вот знаешь, вот там место, там, знаете, совсем все по-другому, там легко, радостно, и все хорошо. Большие деньги платят, там, не знаю, там, может даже и просто кормят, там, и вообще всякие развлечения, там, ну, в общем, все, вот прям, знаете, вот отдых, отдых, отдых. Вот, или там, ну, кому отдых, кому там, наоборот, творчество, такой, знаете, без всяких трудностей, это уж кому чего больше хочется. И что? Мы бы здесь сказали, нет, нет, давайте мы здесь вот это вот будем мучиться, хотя там может жить нормально. Будем здесь бедными и больными, а вот там богатыми и здоровыми мы не хотим. Ну, для, кстати, для праведника в рамках этого жизни, как раз часто он выбирает как раз быть бедным и больным, ради того, чтобы все-таки быть духовно богатым потом там в Царстве Небесном. Вот в рамках такого языческого выбора, да, такого чисто вот родского, в рамках этого мира, все понятно, все понятно. Там путешественник какой-нибудь, там, английский, там, прошел эквиртуальную Африку, там, прошел массу опасности, но потом вернулся в родную Англию, да, там, так сказать, тихим яблением садам и так далее. Вот здесь, извините, мы тоже путешественники, мы тоже идем через очень сложные трудности. Нас постерегают постоянно всякие звери духовные, я имею в виду бесов, а иногда и звери прадские, потому что люди иногда бывают не лучше бесов, к сожалению, по-своему духовное, так сказать, состояние души. Вот, и вот, а куда мы идем? И вот для нас это еще не очевидно, для нас все-таки хочется пожить, потому что мы еще привязаны к этим, знаете, вот, зимным вещам. А для праведников у них уже по-другому. Когда у меня вот духовник был такой человек, ну, духовной жизни, да, вот так вот, он всегда очень много жертвовал, всю жизнь у него такая была жертва, он всегда жил очень тяжело, очень тяжело. Вот, но радостно, его всегда окружала молодежь, даже в 80 лет у него была одна молодежь. Вот я тогда, в 71 год, когда я ему был, я пришел к нему, мне было 23. И вот таких, как я, было масса вокруг него. И даже удивлялись, вы же старик, а в окрасном роде, чтобы он был молод душой. Когда мы на какой-нибудь его именины желали, батюшка, да, вам, чтобы сто лет жизни. Он говорил, какие вы жестокие. Нас так стыдил. Какие вы жестокие. Не в том, что он очень тяжело болел, он был всю жизнь очень здоровый человек, но он имел очень активный образ жизни, прямо до последней, там, может быть, там, последние несколько месяцев он уже совсем когда слег, тогда да. А так он даже вот, будучи тяжело больным человеком, он очень был активный. Да, все там и писал, и ходил, и ездил, и уступал, там, вот видите. Вот, то есть, он не был таким, знаете, который вот лежит, 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 или быстрее бы поверить. Нет, вот такого не было. Это было только последние несколько месяцев. Вот, то есть, он его полноту жизни не имел такую, да. Но вот, почему? Потому что человек хотел Царство Небесное. Он им жил всю жизнь. Поэтому и готов был пожертвовать всем земным ради вот этого Царства Небесного. Вот, и у нас есть пример у апостола Павла, который говорит, что хочу разрешиться с храмом и сей, с телом, и быть со Христом. Но, может быть, пока вот для вашего пользы надо пока с вами остаться, с любовью. Да, ради любви к вам могу. Это же Бог там решал, да, когда ему уходить. Вот это логик святых. Логик святых. Сколько было случаев, когда святых арестовывали в советское время, в древней церкви, и была возможность их отпустить, дать взятку чиновникам римским или советским, ещё что-то там, какие-то, может быть, ходатайства. И эти мученики, будущие же мученики, да, они ещё живые, в тюрьме говорили, вы что делаете? Не надо этого делать. Не надо этого делать. Вот. То есть они отказывались. Отказывались от возможности спастись. Говорят, не понимая, что вы делаете. И шли на расстрел, или там вот к львам, как в древней церкви, да, в Римской империи. Не самая такая комфортная смерть. Но, тем не менее, они вот так шли. Почему? Потому что они были верующими людьми. Они были верующими. Для них Христос был больше очевидности, как вот Достоевский так же говорил, Федор Михайлович, больше очевидности для них, чем этот мир. Ристос был больше очевидностью. Он был более очевиден. И это они, это не просто был их такой, знаете, такой вариант шисфрении, прошу прощения. Ну, так, знаете, состояние такого психики, да, вот он так, как некоторые могут, маловерующие люди, сказать. Нет, это было бы так, если бы это... Но они были полны любви. На шисфрении было совсем не похоже. А кто бы, кто, особенно, кто её знает. Они были полны любви. У них было ясное сознание. Они были отличные руководители. Никогда не теряли присутствие духа. Ну, и так далее. То есть, это были не больные психические люди. И не фанатики. Он, воин Рукай Синецкий, сказал своим детям, ну, тоже вот трезво, зная их, так сказать, их возможности духовные, говорит, если что, вы от меня, как от отца, отказываетесь. Ну, чтобы не получить ещё худший вариант. Вот это фанатик не скажет. Фанатик, он зашоренный, он идёт. Все за мной, все погибаем. Он ещё и поможет погибнуть. Как в своё время некоторые раскольники даже сжигались. Притом часто сжигали своих последователей, сами выходили там каким-нибудь через дырочку. Ну, чтобы ещё сжечь. Ну, всё это ради Христа, ради Бога. Ну, как, не просто. Вот. Нет. Вот такой трезвый, так сказать. Вот у меня и такие силы есть, а в теории ребёнок таких сил нет, а потом не лезем. Это был не фанатизм, это был не, так сказать, шифрения. А это была вера во Христа, подносящую любовью. Очень круто, что они там чисто делали. Натуральные. С другими людьми я имею в виду. Вот. Поэтому, вот если это понимать, что Царство Небесное, Царство Небесное, то что нам здесь делать? Один был старец, он всё время своим чадом говорил, мы здесь в гостях ненадолго, не забывайте, где наш дом. Всем была такая присказка. Царство Небесное уже почил несколько лет назад. Да, именно так и есть. Мы все умрём. Без исключения. Все умрём. Вопрос, куда попадём. Поэтому вот этот выбор, это не то, что, знаете, ну вот вы там умираете, Царство Небесное, я здесь поживу. Неизвестно, может, тебе аж жить-то осталось три дня. Сколько ты знаешь? Вот. Кстати, цветы это знали, когда они умрут. Готовились. А мы не знаем. Вот. Поэтому наш путь, это путь не к смерти, а к жизни. Тогда мы смерти, если мы будем это верить, так смерти бояться не будем. И так жить, вот эту жизнь, так ценить не будем, потому что мы будем знать, не просто верить, будем внутренне знать, что есть другая жизнь, намного более лучшая, где нету зла. Ни в нас, ни в окружающем мире не будет этого зла. И, конечно, тут выбирать-то ничего. Вам этот выбор мешает только неверие в это. Скажем, недостаточно веры в это. Ну и пока у нас веры нет, мы не должны, конечно, приближать с этого момента. Вот. Но, тем не менее, хочешь не хочешь, придётся готовиться. Мы к нему всё равно с каждым днём, с каждым днём приближаемся к этому ответу. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok